ставил импланты в 72 года и куда мы их белье вставляем или вот когда мы поставим импланты соответственно они могут немножечко находиться с боков перекрутить ладно то есть такие импланты не надо менять по моему мнению его даже и быть не должно они как грудь есть где разгуляться есть из чего выбрать даже у меня были в практике близняшки какие будут разрезики какой будет размер многие говорят а чушь я раньше ты не сделал всем привет меня зовут настя я приветствую вас на моем канале сегодня продолжается серия моих интервью с моим прекрасным классическим хирургом сергеевым александром борисовичем сегодня снова у меня в гостях и сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему которая волнует прям очень очень многих сегодня мы поговорим с вами о груди об имплантах об увеличении очень многим интересна эта тема поэтому сегодня александр борисович согласился ответить нам с вами на множество интересных вопросов я сама тоже интересуюсь этой темой она мне предстоит уже скоро уже осенью мы сделали абдоминопластику сделали пластику рук если вы все еще не видели эти видео обязательно посмотрите загляните то сегодня я вместе с вами впервые увижу как выглядят импланты чем они отличаются чем как вообще подобрать размером александр борисович снова здравствуйте снова рады вас здравствуйте в гостях и первый важный вопрос который интересовал очень многих девочек когда можно делать такую операцию как увеличение груди самый ранний возраст и самый поздний когда возможно еще раз всем добрый день здравствуйте действительно такая очень хорошая объемная и животрепещущая тема пластика груди беспокоит очень большое количество девушек и такая операция она делается начиная с 18 летнего возраста и по сути какого-то предела возрастного ограничения не существует то есть у меня была пациентка которая впервые в ее в жизни ставил импланты в 72 года в 72 были пациенты и 60 с плюсом 67 68 69 лет основной пул пациентов это пациенты после кормления грудью после родов то есть это где-то после 30 лет и это молодые девушки в районе 18-20 лет ежегодно по статистике делается более полутора миллионов таких операций в год в мире но сейчас вот такая рядовая операция которую делают это абсолютно рядовая операция абсолютно рядовая операция еще меня радует конечно что женщины 60 и 70 до сих пор не потеряли вкус к жизни да вот не теряет худ жизни продолжают чувствовать себя действительно женщинами они как некоторые не знаю пытаются себя уже хоронить 40 40 жизнь только начинается они заканчиваются поэтому очень классно что женщины после 40 после 50 решаются на такие операции действительно продолжают чувствовать себя женщины поэтому это просто супер скажите про осложнения и про противопоказания какие есть для увеличения именно груди для увеличения груди противопоказания могут быть только общего плана текущая не пролеченная онкология онкология молочных желез тоже является естественно противопоказанием к увеличению груди здесь и сейчас импланты в таком случае ставятся после лечения онкологии после того как уже онкологи поработают соответственно дальше выполняется реконструкция груди точно также имплантами а так противопоказания остальные только общего плана то есть это какие-то обострения хронических заболеваний или острые текущие заболевания там орви острые не дай бог инфаркты инсульты но естественно тоже все противопоказания точно также естественно противопоказания к постановке имплантов является текущие воспалительные изменения со стороны молочной железы то есть это маститы ну и текущая беременность и период лактации то есть пока девушка кормит но понятно что операции не надо делать но ни у кого и не возникает мысли сделать операцию во время кормления по поводу осложнений сейчас используются импланты пятого поколения высочайшего качества ведущие мировые производители на свою продукцию дают пожизненную гарантию то есть такие импланты не надо менять риск каких-то осложнений он сейчас сведен к абсолютному минимуму и в основном он связан с тем что в очень маленьком проценте случаев может формироваться вокруг импланта более плотная капсула чем мы хотели бы ее видеть если пациенты не полностью соблюдает медицинские рекомендации могут быть истории что имплант не так четко и не так быстро фиксируется как мы хотели бы это видеть но осложнения при увеличении молочных желез они встречаются крайне редко их очень мало бояться и думать что какие-то осложнения будут абсолютно не нужно это все в общем то уже в прошлом вот вы затронули немножко тему онкологии я вспомнила видела такие случаи когда женщинам удаляли молочные железы и они абсолютно полностью лишались груди возможно ли удаление опухолей и одновременно в этот же момент вставить импланты то есть не делить это на две операции сделать одновременно когда речь идет об удалении опухоли редко бывает рак молочных желез сразу же с обеих сторон то есть как правило все таки страдает одна грудь да действительно этим занимаются онкологи исходя из ситуации решают когда нужно делать реконструкцию груди одномоментно или отсрочен а то что этот вопрос который вы с которого вы начали то есть это операция анджелина джоли когда при риске онкологии или уже имевшиеся пролечной онкологии женщина принимает решение убрать молочные железы полностью и поставить импланты такие операции делаются и я такие операции делаю немало таких пациентов есть есть возможность при наличии показаний естественно убрать собственную молочную железу и одномоментно в эту же операцию поставить им план сколько длится восстановительный период после операции и когда можно оценивать уже конечный результат без отеков в послеоперационном периоде применяется обязательно компрессионный трикотаж вот такого вот плана он позволяет как следует хорошо и четко зафиксировать импланты в том положении в котором они стоят есть вот такая лямочка специальная которая придерживает импланты и фиксирует их положение и вот такой трикотаж носится в течение 6 недель по специальным показаниям иногда до двух месяцев то есть полтора два месяца применяется такой трикотаж за этот период имплант полностью фиксируется в ткани по окончании ношения компрессионного трикотажа мы уже видим полностью конечный результат но сам результат он видим сразу же после операции естественно это как спортивное белье очень можно с вами стопиком спортивным да он имеет регулировки его естественно можно и стирать вы еще говорили что часто клиенты пациенты ваши оставляют белье продолжает уносить и после реабилитационного периода до днем очень удобно заниматься спортом фитнесом днем удобно заниматься он очень хорошо плотно облегает тело и поддерживает это та операция которая действительно доставляет массу положительных ощущений каждой девушки и многие говорят а чушь я раньше ты не сделал то есть отличная операция с отличным результатом великолепной эстетикой что по поводу чувствительности сохраняется ли она и бывает ли ситуации когда пропадет полностью чувствительность чувствительность сохраняется естественно как и при любой операции в зоне операции мы в раннем после операционном периоде видим небольшое снижение чувствительности но она восстанавливается достаточно быстро в течение одного-двух месяцев в редких случаях особенно если мы убираем какие-то онкологические истории если мы полностью убираем молочную железу если мы убираем какие-то кисты делаем как что-то более расширенное чем просто постановка имплантов процесс включаться чувствительные нервные волокна и чувствительность может устойчиво снижаться но это большая редкость и это всегда обусловлено какими-то дополнительными историями которые делаются кроме увеличения молочных желез по поводу эстетики где будет находиться шов будет ли он виден и всегда ли он находится в одном и том же месте либо по ситуации каждая девушка перед операцией очень внимательно все обсуждаем мы подбираем импланты мы обсуждаем где и когда будем делать доступ какие будут разрезики какой будет размер как это все будет выглядеть существует принципиально три основных разреза и один скажем так дополнительный вариант основные доступы это в подмышечной области по краю ореолы и под молочной железой в подгрудной складочки в ряде случаев можно поставить импланты в грудь через разрез при пластике живота но это в том случае когда делается одномоментно с пластикой живота и в таком случае на груди вообще никаких разрезов мы не видим их не существует у каждого из вариантов есть свои плюсы и свои ну скажем так ограничения потому что ну например через маленькую ореолу мы большой имплант технически не можем поставить точно также не всякий имплант мы можем поставить через подмышечную область все эти моменты они с каждой пациенткой обсуждаются определяются и принимаются решения каким образом мы будем ставить имплант можно ли это корректировать ореолу например если она очень большая либо возможно очень маленько то есть вот этот момент тоже можно одновременно исправить конечно как мы знаем симметричных людей не бывает мы все в той или иной степени не симметричны поэтому начиная с самой консультации всегда измеряются все размеры измеряется положение ореол измеряется определяется симметричность стояния ореол если мы видим мы понимаем что ореол опущены или они не симметричные или они находятся не по центру пятна молочной железы и когда мы поставим импланты соответственно они могут немножечко находиться с боков то вы всегда с пациенткой эти моменты проговариваем обсуждаем и есть возможность ореолы сделать и симметричными и располагающимися на правильных местах по центру молочной железы то есть грудь будет прям идеальная все всегда пришла раньше конечно грудь у всех по итогу вот если вам например приносит фотографии вот хочу также как словно у кого-то кому нашла в интернете вот хочу такие же реально ли повторить либо искать анатомические способности есть анатомические особенности которые не позволят повторить точь-в-точь да действительно очень часто девушки приносят фотографии либо каких-то моделей либо подруг своих и говорят вот там бывает даже у меня были в практике близняшки которые пришли вот у меня там моя близняшка поставила там вот такой имплант я тоже такой хочу и причем что интересно у меня несколько таких близняшек было несколько пар и что интересно почти всегда вторая близняшка ставит другой имплант не такой же как ее родная одна яйцевая сестра хотя они абсолютно полные близнецы это выбирают разные импланты поэтому когда мы говорим об выборе импланта мы всегда каждый раз естественно ориентируясь на фотографии ориентируясь полностью на желание пациентов мы всегда подбираем имплант индивидуально исходя из параметров грудной клетки исходя из желания иметь определенный размер форму и мы всегда моделируем результат с помощью специального такого вот набора сайзеров и девушка может до операции увидеть и согласовываем этот объем молочной железы которые собственно говоря мы получим помощью вот этих сайзеров происходит внешнее моделирование есть также программы компьютерного моделирования когда можно пощупать можно потрогать можно примерить можно понять в зеркало посмотреть в одежде посмотреть пошевелиться покрутиться посмотреть не будет ли импланты со спины торчать в конце концов поэтому всегда это делается это делается в ста процентов случаях то есть без моделирования увеличение молочных желез по моему мнению его даже и быть не должно без моделирования моделирование делается обязательно здесь же ограниченное количество типоразмеров а имплантов их более 100 различных вариантов имплантов то есть вот этот и мы когда моделируем мы просто вот накладываем друг на друга например и получаем рады шеду надо нет имплант он будет единый это сайзер это мы это не ставим на это просто используем для моделирования то есть это вот я прихожу к вам на консультацию вы мне приносите вот эти сайзеры и я что могу с ними и мы вместе с вами подбираем тот объем который вы хотите видеть чтобы было понятно потому что вы приходите например девушка приходит горит я хочу тройку но тройка как известно это понятие такое она у каждого свое поэтому чтобы нам четко понимать что конкретный пациент вкладывает в понятие например тройки мы моделируем и определяем такой объем или больше или мере и куда мы их белье вставляем или вот к вам выставляются одевается компрессионный трикотаж или в компрессионном трикотаже мы это все на месте уже определяем смотрим ну тут размер вот между третьим и четвертым разница такая ну а тут их много комбинаций где же можно и так и так сделать и так сделать различных комбинаций а тяжесть много они соответствуют тяжести импланта нет это сайзера не полностью тяжести они не повторяют импланты потому что но к имплантам мы сейчас еще вернемся на импланты это вот импланты это вот они разненькие есть побольше и поменьше это все один тип имплантов или это разные вещи но здесь два производителя есть имплантов то есть вот это один производитель имплантов американский это импланты английские британия мягко перешли к самому интересному вопросу это импланты какие бывают чем отличаются я вот сейчас впервые в жизни трогаю импланты никогда в жизни не трогала мне было очень интересно какие они на ощупь пока не как они выглядят и они такие они как грудь они как грудь до имплантов есть очень большое количество то есть вот здесь есть такая целая книжечка вот в этой книжечке вот это все идут это все идут типа размера импланты вот мелким мелким текстом здесь вот столько было их но их не только бывают а мы поставщики всегда вот эти все типы размеров поддерживают в наличии то есть мы можем заказать любой типа размер любой кроме размера чем они отличаются бывают импланты круглые бывают имплант анатомические вот анатомический имплант он имеет три размера он имеет высоту он имеет ширину и соответственно имеет проекцию ну то есть высоту вот так одни импланты чуть выше другие чуть шире 3 уже на есть анатомические импланты есть круглый имплант есть где разгуляться есть из чего выбрать импланты пятого поколения сейчас они текстурированные то есть они такие немножечко шершавые на ощупь если вы пощупаете в зависимости от производителя степень шершавости она может быть разной то есть у вот этих имплантов например английских у них микротекстура присутствует до soft touch у американских имплантов у них несколько более выраженная текстура эта текстура позволяет им фиксироваться в ткани врастать в ткань при этом существуют сейчас и применяются гладкий есть импланты без текстуры просто гладкий имплант как полиэтиленовый пакет такие импланты тоже существуют у них тоже есть свои показания свой смысл своя логика в их применении дальше мы с каждой девушке определяем размер импланта то есть мы с помощью специальных инструментов меряем пятно молочной железы измеряем конкретные параметры грудной клетки и непосредственно индивидуально для каждой пациентки мы уже подбираем тот тип и размер имплантов тот вид тот профиль импланта который требуется был вопрос по поводу тяжести имплантов по поводу того как это ощущается чувствуется дело в том что имплант ставятся под большую грудную мышцу он ставится на ребра и он за счет вот этой текстурированной проверки поверхности к ребрам прирастает он прирастает к ребрам и по сути когда он зафиксируется прирастет он становится частью скелета мы же не чувствуем наши ребра и нам наши ребра никак не мешают и мы не ощущаем что они тяжелые какие-то нет мы их вообще не чувствуем то же самое здесь когда девушка с большой грудью говорит что и грудь тянет оттягивает она абсолютно правильно говорит потому что грудь находится спереди и она действительно свисает имплант прирастая к ребрам он никуда не свисает он он становится частью другой клетки частью скелета от мягкие ткани они просто натягиваются на импланте поэтому тяжесть импланта зафиксированного девушка вообще никак не ощущает поставим мы небольшой имплант или поставим мы большой имплант разница в ощущениях никаких нету а если вот щупать уже готовую грудь имплант чувствуется через вот эти ощущения рука да ну как вы видите изначальный имплант создается вот как вы правильно сказали soft touch то есть это структура импланта очень мягкая она вот вы даже можете потрогать это без тканей вы ощущаете а когда он в тканях он еще более натурально ощущается но он даже вот так вот в живую когда мы его трогаем он ощущается как натуральная молочная железа когда мы его ставим ставим внутрь в грудь еще более похож на натуральные ткани конечно у него есть края конечно эти края если активно щупать в тканях прощупать можно особенно в нижнем полюсе но это зависит от соотношения размера импланта и собственных тканей груди потому что если собственные ткани груди достаточно большие а имплант мы ставим не гигантский то очень часто я лично не могу прощупать знаю что он там есть но и наоборот если имплант все-таки достаточно приличный а своих тканей совсем совсем мало совсем все тоненько совсем покровных тканей то есть имплант еле-еле прикрывается кожицей то конечно все-таки нижний полюс сверху имплант прикрыт мышцы сверху никогда не прощупывается нижний полюс как правило прощупать все-таки можно он так не контурирует он не виден и это не вызывает никогда у девушек каких-то отрицательных моментов а вот эти импланты пятого поколения до предыдущие чем были хуже увеличение молочных желез делается начиная с 1961 года первые импланты которые применялись первое второе поколение они требовали замены через десять лет да вот и вот этот миф что импланты надо менять во что бы то ни стало через десять лет он у людей живет до сих пор мне периодически периодически постоянно приходит мне пишут когда я говорю что следующим этапом я буду делать грудь не говорят не делай игру через десять лет тебе нужно будет менять то есть это вот требует замены типа неделя то есть вот этот миф он существует до сих пор такое было но это касалось первых поколений имплантов дело в том что первое поколение имплантов заполнялись физиологическим раствором водой и через оболочку импланта происходило молекулярная диффузия воды то есть молекулы воды выходили им план со временем потихонечку терял объем и через десять лет он терял объем настолько что он уже начинал деформироваться и действительно требовал замены но это касается только водонаполненных имплантов те которые наполнены физиологическим раствором современные импланты они наполнены вязким силиконовым гелем и на разрезе они выглядят как мармелад то есть из них ничего не вытекает силиконовый гель внутри он соответствует силиконовой оболочке поэтому эти импланты современные импланты они объем со временем не теряют и поэтому они поэтому производитель на них и дает пожизненную гарантию что их достаточно один раз поставить и все дальше вы живете с ним сто лет а может ли как-то импланты внутри груди повредиться вытечь что-нибудь ну выйти чем и только что коснулись того того что имплант внутри заполнен вязким гелем силиконовым который на разрезе выглядит как мармелад и он никуда вытечь в принципе не может даже если мы там разорвем этот имплант повредиться имплант в груди может только травматическим путем но не дай бог там произошло какое-то дтп или там бывают случаи когда на лыжах девушка в дерево въехала и сломалось ребро отломок ребра имплант прорезал такой имплант он подлежит замене но в абсолютно плановом порядке то есть поврежденным имплантом можно жить сколько угодно долго из него ничего не вытекает единственное к чему может привести вот такое травматическое повреждение импланта но это к тому что имплант да будет какой-то деформированный вот у нас же была история с лерой кудрявцевой которая ходила с имплантами 10 лет и она сама об этом рассказывает поэтому я могу так сказать об этом напомнить и у нее целый блок по этому поводу есть она ходила с разорванными имплантами 10 лет наконец-то собралась заменить почему не заменил раньше я уж не знаю так не вопрос но наконец-то заменила вот то сейчас все они так страшно как пишут в интернете да то есть все что было десять лет назад уже давно технологии дались да уже импланты можно ставить без каких-то проблем что они разорвутся протекут что их нужно будет менять по гарантии что-то такое то есть поставили и живем спокойно поставили и живем спокойно то есть вот имплант вот можно его вот так перекрутить ладно и вот пожалуйста он возвращается в свое то есть с имплантом можно делать ну практически вот все что все что угодно можно с ним делать ничего с ним не случается то есть если там нож взять или ножницы ну понятно что его можно порезать а так машина может по нему проехать не только не шипованными конечно шинами и он восстановит свою геометрию вот оболочка на растяжение она выдерживает но какое-то стократное летом но она точно упроизводится ну какой-то безумное растяжение выдерживает конечно важные вопросы сколько длится операция по увеличению груди какой бывает наркоз страшен ли наркоз на самом деле так как пишут очень часто что очень многие боятся именно наркоза то есть очень хотят сделать грудь увеличить либо ее после родов как-то исправить но очень боятся именно самого наркоза стандартное увеличение груди это быстрая операция она длится около часа иногда даже 50 минут если мы не говорим о подтяжках груди и так далее только увеличение то есть эта операция быстрая она делается под легким внутривенным обезболиванием это самый современный тип обезболивания который позволяет сделать все красиво качественно безболезненно в тот период пока человек пациент спит сном максимально-максимально приближенным к обычному физиологическому сну в конце операции просыпается с ощущением того что просто хорошо поспал нигде ничего не болит а все уже сделали и многие пациенты просыпаясь они говорят а что когда мы начнем а мы уже все сделали мы уже все закончили поэтому по-настоящему действительно абсолютно правильное замечание подавляющее большинство пациентов боится не операция а больше всего боятся анестезии это психологический барьер потому что человек не контролирует себя в это время не контролирует ситуацию в это время и страшно отпустить ситуацию в свободный полет и не контролировать ее но слава богу на операции с каждым пациентом работает целая команда профессионалов следящие за тем чтобы все было вот так вот отлично и замечательно а те современные препараты которые у нас есть возможность применять и мы их применяем позволяют сделать анестезию эффективный безопасный и безвредный то есть те препараты которые сейчас применяются для внутривенной анестезии они не влияют на высшую нервную деятельность они не влияют на память на концентрацию внимания они не ухудшают работу головного мозга поэтому эти операции они действительно переносятся очень легко и они действительно безопасны и действительно только радость только радость до подтверждаю я после своей абдоминопластики и брахиопластики проснулась просто как поспала то есть не было никаких неприятных ощущений у меня не было ни галлюцинации не каких-то там у головокружения очнулась палате поспала отключилась поспала еще несколько часов потом встала пошла поела меня посадили в общем все было просто просто классно александр борисович благодарю вас что сегодня вы согласились поучаствовать в этом и в небольшом интервью мы сегодня ответили на множество базовых интересных вопросов от моих подписчиков которые присылали мне в одном из предыдущих видео мы сегодня познакомились с имплантами что такое импланты что на самом деле это не так страшно как пишут да не нужно не менять ничего с ними не случится абсолютно прекрасная безопасная операция и можно почувствовать себя более женственно более красиво и доработать какие-то анимации в своем прекрасном теле поэтому благодарю вас вам спасибо всегда готов ответить на любые вопросы но мы не прошли пишите да мы не прощаемся еще будет несколько видео на другие темы будут у нас еще интересные интервью с самыми разными вопросами которые нам присылали и присылайте обязательно оставляйте еще вопросы интересные какие у вас есть к к александру борисовичу мы обязательно них ответим всем спасибо за просмотр всем спасибо что досмотрели до конца обязательно подписывайтесь на канал пальчик вверх под этим видео обязательно мы сегодня старались поставьте пальчик вверх александру борисовичу всех благодарим за просмотр, всех люблю, пока-пока!